Начинается битва, а этот еще рыцарь с двумя мечами. Двумя мечами. Он должен быть не меч Зари, а мечи Зари, потому что у него их два. Начинает от всех обмахиваться, эти напрыгивают, он их безжалостно режет. Луноход говорит. Иди ловкач. Он лучше моего папки. А дедушка говорит намного лучше, но папка его победил. Думаешь? Я же знаю, я слышал эту историю тысячу раз, и тут уже там папку дорубают из последних сил. Ну, там опять-таки эти адские протыкания мечом насквозь. Это отдельно. Нужно поговорить. Как вы так ухитреетесь? Кухонный нож с трудом вытаскивается, а вы тут это... И в самый ответственный момент... Сзади напрыгивает Холленд Рид. Да. И лыцарю, понимаешь, там хорошо не в затылок, а в шею тык. Сзади тыкнул. Он втыкает адский нож. Плуноход говорит. Что ж такое? Он же его сзаду ударил. Типа не по-лыцарски. Ну, и оказывается, что все лыцарские истории, которые ему тысячу раз... Все вранье. Ваш папа врал. Убил его. Не он. Убил он его подло сзади, напрыгнув на честного рыцаря, который такой подлянки не ожидал. Красиво. Тут понятно, почему папа Холленд Рид очень любил. Потому, что у него Холленд Рид вроде самый бесполезный, но один из самых бесполезных вассавов, которые где-то в болоте живут. А он его прям ставил наравне со всеми, потому, что видишь, какую пользу он ему придет, оказывается, когда-то. Выручил. Да. Вот эти вот... Эта драка... Это просто такое... Начнем с двух мечей в двух руках. Ну, в общем, наверное, такое делать можно, хотя это очень неэффективно. Один меч всегда эффективнее, просто потому, что когда у тебя два меча, ты представляешь из себя отличную мишень. Тебе нужно эти оба меча одновременно применять. Потому, что иначе это бессмысленно. Значит, тебе нужно фронтально разворачиваться к противнику. Один меч ты можешь стоять более боком. Потом... Ты же устаешь от этого меча. Ну, ладно. Ты, может, специалист, и не устаешь. Но, правда, видно, что не специалист. Два меча... То есть, они должны быть два одноручных меча. Ну, потому, что то, что у него два полуторных меча в руках, это же просто неудобно. У тебя же рукоять вот такая вот. Им одной рукой пользоваться можно полуторным мечом. Он, собственно, поэтому и полуторный. Но, когда у тебя их два... В чем смысл? Ты пока будешь делать всякие свои эти пассы, которые он там производит. У тебя рано или поздно, скорее всего, сразу же, эта рукоятка длиннющая за что-нибудь доцепится. Ну, вот... По ходу твоих кривлями... В гадалки не ходи. Это неудобно. Ну, просто потому, что одноручный меч он для того и сделан, чтобы его одной рукой удержать. Было бы у него два одноручных меча, я бы, наверное, может еще и поверил бы в это. Но почему у него две эти огромные дуры... Японцы в 16 веке, когда догадались двумя саблями драться, у них одна была коротенькая, специально для левой руки, и катана или тати для правой руки длинная. Понятно, одной ты отбил, другой рубанул. Все, в общем, ясно. А тут что? Ну, и тут что меня удивляет... Нас когда мордобою учили, что типа два и больше, три... Надо вокруг них бегать. Стараясь их выстроить как-то. Чтобы они друг другу мешали хотя бы. Чтобы вокруг тебя не встали. Этот же, залезший в середину, начинает какие-то плоские отмахивания. Да ты не отмахаешься так-то. От одного, от двух, от третий тебе в затылок как раз и присунет. Если ты обратил внимание, когда на большом экране, особенно на большом экране смотришь... В принципе, это его по телефону будет видно, но на большом экране бросается в глаза просто чудовищно. Пока их там более-менее много. Все, кто находится у Сиры Артура за спиной, отбывают номер. Он ничего не делает. Вообще. Он ждет, пока к нему Артурчик наш повернется. Готовится грести. Никогда тот, кто стоит сзади, ничего не делает. Вот эти раз, два, три по очереди бьют. Причем строго по очереди. Потом повернулся. Сзади подрался. Это очень плохо. Это показуха на уровне какого-то тюза. То есть, так делать вообще нельзя. Потому, что даже если посмотреть на очень смешные гонконгские всякие разные постановки или на наш любимый фильм убийцы Сегуна. Он тоже один против сорока. Там сто сорока все время машет. У тебя камера стоит так, чтобы не было видно, что у него сзади происходит. По-настоящему. То есть, понятно, что там тоже все номер отбывают. Никаких сомнений нет вообще. Но камеру нужно ставить так, чтобы не было видно, что сзади человек филонит. Потому, что это очень хреново сделано. Вообще производство показухи один против нескольких. Оно сложное. Очень сложное дело. Но когда у тебя вот настолько видно, что этот, 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 этот... То есть, вот это ж я понимаю, когда какие-нибудь реконструкторы из клуба «Княжевская дружина», в моем в том числе лице, где-нибудь на дне города Ломоносова 2000 года мы делали какого рода показухи один против трех. Там нет камеры. Там зрители просто смотрят. Там у тебя вариантов нет никаких. Потому, что понятно, что трое тебе одного обязательно затопчут. Но это, скорее всего, так и будет. Поэтому выстраивается очередно. Все правильно. Я там-пам-пам-пам-пам-пам-пам подрался. Изобразил из себя страшную ловкоту. Но даже нам хватало соображений, чтобы у вас не было первый, второй, третий в линию. Первый, третий, первый, второй, третий, первый, второй, третий. Это репетировать надо, естественно. То есть, чтобы у тебя разнобой было. Чтобы люди... Они, конечно, все понимают, что это показухи. Ну, не все. Никаких сомнений. Чтобы, по крайней мере, это по-мударски не выглядело. А у вас, блин, кино. У вас кино отличается от показухи на день города Ломоносова тем, что у вас камера есть. Но вы же можете взять и фокус взять с другой стороны. Так, чтобы вас сзади просто видно не было. Вы кадр заявили, что у вас там два человека сзади, трое спереди. И он такой один джигит. Ну, дальше-то вы можете уже играть не ими, а камерой. Вы же можете просто себе огромное количество работы сэкономить. И просто там не показать, что у него сзади. Это же довольно очевидно. Нет. Камеру привинтили так, что видно всегда все. И это вот всегда все выглядит натурально, как будто они издеваются.